Добрый день, мои дорогие телезрители! Сегодня у нас торжественная часть, либо интрига года, получился ли у нас салат селёдка под шубой без майонеза и пирог с яблоками, либо, как мы назвали сестрой, яблоки с тестом. Итак, смотрим! Добрый день, дорогие наши зрители! Ну что, наступило утро, и мы начинаем готовить стол праздничный. Наш экспериментальный пирог и селёдка под шубой. Посмотрим, что получилось. Итак, напоминаю, что мы вчера готовили пирог. Сейчас мы его будем резать и класть на стол. Напомню, что мы сегодня пьём ещё вино. Поскольку сегодня праздник Пасхи, нам разрешено выпить по бокалу. Все калории у нас учтены. Как я вчера и говорила, что мы принимаем калорий не более полутора тысяч. Ой, какая вкуснятина! Вот мне и два куска. Два куска, да? 180 грамм получается у нас один кусочек пирога. Смотрите, какая вкусняшка! Ммм, ой, запах обалденный! Да, экспериментальный пирог всё-таки взял сахар. Ну, теперь мы смотрим, что у нас с селёдкой под шубой. Энергетическая ценность селёдки под шубой без майонеза составляет всего лишь 95 килокалорий. Поставьте ролик себе на паузу для того, чтобы переписать ингредиенты. А теперь я вам показываю селёдку под шубой. Вуаля! Слушай, вкусная получилась. Почему мы делали первый слой свеклы? Потому что теперь я перевернула и получилось так в торте. Осталось только попробовать. Сегодня вы познакомитесь с членами нашей семьи. Это придёт папа, это придёт брат. К сожалению, мужа нет, мы на карантине, он сейчас в родителях. Не то, что мы хвалим то, что приготовили, а это будут те люди, которые реально к этому делу, к видеосъёмкам, к приготовлению никак не причастны. Первая дегустация. Салат наоборот. Режется замечательно. Сейчас я положу на тарелочку, и все посмотрят, что у нас получилось. Саша, ну он взялся. Смотри. Майонез не держит, держит огурец и картошка. Показываю. Вуаля! Селёдка под шубой, без масла и без майонеза. Калорийность продукта, к сожалению, я на память не помню, но это будет в рецепте, в плейлисте. Правда, хорошо взялся. Крошечки, которые остаются от куска порционного, хочется все забрать до последней крошечки. Ага. Там морковка. Любимая. Я не помню, что не заметишь, как. Никак. Красота. 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 Раз. Ну, значит, у нас завтра один Рекс упадет. Как бы это кощунственно не звучало, но... Это кощунственно. Рекс не ест сладкое. Он с яблоками не будет есть. Он очень любит сладкое, особенно шарлотку с яблоками. С каких это пор он стал её любить? Я протестую. Эту самую шарлотку, в принципе, можно брать и на перекус, на работу, куда угодно. Она тоже не с калорийной, не помню на память, но там что-то меньше 150 килокалорий я посчитала. Потом в рецепте всё опишу. Мы ещё хотели сделать эксперимент с клубникой и потом с кибет. И тоже это будем выкладывать в эфир. Спасибо. Обязательно на первое надо кушать суп. Суп порция у нас по 250 грамм. Толику. Суп у нас грибной на сегодняшний день. Рецепт также смотрите в плейс-листы, что приготовить на обед. Прячется, прячется. Получается селёдка 200 грамм, 250 грамм супа, 10 грамм сметаны и по одному хлебцу. Это 5 грамм. Пирог 180-200 грамм, в зависимости от веса. Пирог 80-200 грамм. Пирог подняль. Пирог отремящего. у нас селёдку кашула без майонеза и яблоки с тестом можно потом вместо сока обычно у нас на обед томатный сок с майонезом он получается более насыщенный а мне кажется селёдки надо было побольше не игре и грязь и грязь и грязь и грязь пирог обалденный и грязь и грязь и грязь и грязь и грязь и грязь отлично вкусно да сам яблоки с тестом лучше остыть да я уже объялась да повторить это всё чтобы это была ага с веном отобьем не правда я объялась а когда ты ещё попустите разу а я чё-то не хочу уже не вылезти я буду последним я помою всем спасибо за внимание вот так вот мы провели обед скромно но со вкусом помимо этого сегодня был праздник Пасхи всем пока и до новых встреч пока-пока продолжайте следовать но мне это ещё мыть поэтому вот так у нас закончилась история с нашими экспериментальными рецептами подписывайтесь на мой канал ставьте лайки и оставляйте комментарии с вами была Наталья всем пока